Находясь в колонии, я и многие мы лишены возможности отправить жалобы обращения в какие-то инстанции по действиям сотрудников администрации. Мои слова не голословны, они подтверждены документами. Более того, доведенные до отчаяния тем, что мне не отдали письмо от уполномоченного по правам человека Журика Татьяны Владимировны, угрозой заставили отказаться от получения. Я был готов совершить преступление в отношении подполковника Резникова, но потом, вызвав следственный комитет, следственный отдел города Пугачёва, я дал явку с повинной о добровольном отказе, поэтому меня уголовное дело не возбуждали. Система ВК-17 такова, что в определенном месте висит почтовый ящик, куда мы в конвертах опускаем свои обращения, и идет фильтрация. Если администрация не устраивает это, обращение не уйдет. Сто процентов. И доказать невозможно. Хотя статья 15 УИК гласит, что мы можем отправлять обращение. То есть, задаешь вопрос, и сотрудники администрации говорят, не поступало. Многочисленные комиссии, которые приезжают, якобы проводят проверку. Мы их не видим. Нас загоняют в подвал. Отряд 11-й ВК-17 находится в подвале. Так вот, нас загоняют в подвал, и мы весь день в этом подвале. Даже покурить нельзя выйти. Приезжают и прокуроры. Не представляются, ничто. Просто пробегут по центральному плацу. Даже не заходят в отряды. А если заходят в отряды, их сопровождает свора сотрудников. И если задаешь вопрос, попытаешься хотя бы какой-то вопрос задать, то это грозит большой проблемой. Также садят в изолятор. Вызывают на вахту. Ну и говорят, пиши объяснение. Естественно, удивляешься, какое. Ну, говорит, разницы нет. 15, 10, 7. Сколько суток? Сколько это может? При поступлении в изолятор бьют. Я не могу сейчас назвать фамилии сотрудников, кто лично меня бил. Он в два раза здоровее меня, молодой. Потому что это не будет являться фактом доказательства. Все факты доказательств по неотправлению жалоб у меня есть. Более того, даже ответ с Москвы, начальник управления делами, генерал-майор Ветрова, сообщает, что мое заказное письмо поступило к ним. Но там были только документы, а моей жалобы нет. Как? Каким образом все это? Господи, а там сколько ребят? И не только ВК-17, а вообще сколько ребят сидят? И мы не можем ничего сделать. Вплоть до того, что ладно, там бьют и все. Вплоть до того, что опускают не сотрудники, а их прихвостни. Я очень надеюсь, что мое обращение хоть кого-то заинтересует. Хоть какие-то органы, может быть, правоохранительные или еще что-то. Та же Журик, аппарат уполномоченного человека, явка с повинной, которую я ей послал, копию, она мне прислала ответ. Следственные органы пускай разбираются. А при чем тут следственные органы, если от нее письмо в закрытом виде, я не мог получить. Мое письмо открыли, поэтому я не получил. Меня Резников заставил отказаться от получения. Все указано, все факты указаны. Более того, я обратился в Европейский суд по правам человека, и именно по 17-й, по СИЗО-1, по ОТБ, по ЛИУ-3, где я отбывал наказание, вот за этот срок. Необходимо проводить проверки. Необходимо не просто, чтобы приезжали комиссии какие-то по плацу короткими перебежками, пробегали и все, а чтобы по отрядам ходили, чтобы задавали вопрос. Это очень сложно, и поймите. Мы преступники, да, но закон есть закон. Почему, когда кто-то туда потом, не дай бог, конечно, но кто-то попадает туда, сразу начинает по-другому думать. Тоже старается как-то. Мало приезжает адвокатов, потому что у нас нет таких возможностей, и тем более мы уже осуждены. Отправить через свиданку нелегальным путем тоже не получается. Каким образом? Люди вскрываются. Вот, одни шрамы на горле. Пожалуйста, руки порезаны. Это из-за беспредела, который творится в ИК-17. Каждое мое слово подтверждено документами. Я знаю, что я говорю. Прошу помочь осужденным, которые находятся непосредственно и в ИК-17, и также в других лагерях России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова